Жека, вставай на лайма. Поехали. Нам ещё сегодня до Новосиба ехать. Давай быстрее. Давай, Жека, вставай. Покажи свой сон. Настоящий. Вот, закончилась хорошая дорога. Смотрите, ямы, колдобины. Короче, ужас. Что-то мне даже становится страшно за эту нежную BMW-подвеску. Короче, недолго мы радовались. Что-то лампочка масляная загорелась. И воняет маслом горелым. Вот такая поебень. Макс! Макс! Завязывай, иди обратно. Психанул. Пошёл. В город. В Челябинск. До города Челябинск. Недаром её в бумере-то в конце в лесу выкинули. Корыто это. Радовались, радовались. Крутая тачка, комфортная. Движок прёт. Да. Предупреждали нас. Не, реально, я вообще не верил, что что-то с ним может случиться. Что случилось? То ли цепь гремит, то ли что, ну там звук пиздец металлический. Что делать? Лампочка горит. Мы не знаем вообще движки BMW. Вообще про BMW ничего не знаю. Вроде заводится всё. Да, она заводится и звук такой, ну как цепь, как будто там тарабанит, да? И масло, лампочка горит. И мы не доехали до Челябинска. Чуть-чуть. Вот не даром же, не даром я видел в фотографии ВКонтакте, вот, Бэха на GZ, там много вот фоток есть. Егорыч. Здорово. Сука. У тебя же была, у тебя же была BMW. Слышишь? Ну, короче, едем у нас в горку. Масло загорелось, короче. Мы остановились. Не-не-не, этот, лампочка масляная загорелась. Мы, короче, остановились, течи никакой нет. Мотор заводишь. Ебать, как будто цепь, вот, пиздец, приходит такой звук металлический. Хуярит. Пиздец, чё за... Чё за хуня? Да, ну, уже, как говорит, не матерись, но у меня просто матов это. Слов нету. Я знал, что эта корыта не доедет. Да, потому что слева какой-то, вот, как будто цепь ворвала. Ну, вот это, походу, да, цепчатая, потому что звук оттуда идет. Самое главное, ладно, мы хоть бы в городе были. До города еще сто с чем-то километров. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы можете за городом где-то сто километров от Челябинска машину забрать? Это Челябинск-Уфа трасса. Я вот не знаю, мы не местные просто. Мы уехали из Уфы в Челябинск, и вот где-то сто, может быть, сто двадцать километров не доехали. На обочине стоим. Приедут, через два с половиной часа приедут. Евакуатор? Да. Тысяча шесть где-то будет стоить. Я только теперь начинаю понимать, для чего здесь нужен телефон. Чтобы эвакуатор вызывать. Или, на крайний случай, задушиться. Потому что ты просто на ней встал, блин, не понять где. Знаете, вот, когда у нас мужики гоняли машины из Владивостока, они брали сюда денег впритык. То есть, чтобы лишь бы хватало на бензин. Потому что они знали, что японская тачка, она все равно доедет. То есть, они брали денег буквально на бензин, на еду. На BMW, если вы перегоняете BMW, берите еще просто ее стоимость. Вот всю сумму, сколько она стоит, вы всю ее берите. А может быть, даже еще и больше. Самый лучший вариант все-таки, просто мы, да, решили это все проверить. Самый лучший вариант ставить машину на автовоз и везти в чету было бы. А еще лучший вариант вообще держаться как можно дальше от этих тачек. Серьезно. Сейчас на эвакуаторе дотащим до Челябинска. И будем решать, либо в сервис загоним куда-нибудь. Посмотрим, да, разберем движок. Может быть, там фигня, может быть, там сделать-то можно за день, да, и дальше поедем. Если нет, если там прям вообще жопа, то действительно, как Макс сказал, загоняем на автовоз, приезжаем в чету и ставим JZ. Хорошо, что тут мы залили все-таки Супротек, да, потому что движок, он какое-то время ехал без масла, а Супротек, вот у него есть свойство на стенках масло оставлять. То есть он держит эту масляную пленку. Поэтому я надеюсь, что именно никаких там задиров и так далее в цилиндрах не произошло, я надеюсь. Ну и коленвал, я думаю, что все нормально там. То есть он не на сухую молотит. БМВ, да, это как говорят, Тойота управляет веществом, БМВ, выкини ее и купи себе Тойоту. Серьезно, такой он-то слоган. Я первый раз в жизни вообще встаю колом именно из-за поломки движка. То есть у меня вообще, у меня сколько было машин с движками, вообще ничего не было. Потому что японские всегда были машины. А здесь вроде в комфорте, да, сначала ты кайфуешь, а потом ты еще в большей жопе, чем ты бы ехал на каком-нибудь ведре, да, японском. Вот тебе и комфорт. Он резко просто обрубается, и ты останавливаешься в лесу. Днем сплю, вижу бэху, сплю, вижу ночью Тонированную в говно с наклейкой восточной Купил бы отчим, не стоял бы сейчас я у обочины Бэхочку хочу, бэху хочу очень БМВ хочу черную, пиздатую Охуенную такую, матовую Чтобы под рэпчик тискать кисок Нужна семерка матовая на золотых дисках Макс, ты его как будто хоронишь. Эх ебать, какая тачка, такая, делочка Где ж семерочка моя, ты где ж семерочка Бэха-бэхочка семерка Бэха-бэхочка семерка Бэха-бэхочка семерка Самая моя охуенная Сказали, нам два часа нужно сидеть, ждать эвакуатор Пока вот покурим электронку Я не очень отношусь к сигаретам Но к электронкам, кальянам Нормально отношусь Можно скоротать время, побаловаться Это электронная сигарета Из магазина futuland.ru Всем рекомендую Переходите по ссылке в описании Заказывайте различные гаджеты То есть там есть электронки, есть гироскутеры Кстати, гироскутеры у нас тоже есть И ваша жизнь станет краше Короче, блядь, я еще больше стал влюбиться в машину Хотя, ну, вчера Вчера ехал и говорил другое Говорил, блин, не влюбиться бы в БОВ А ты-то сам-то, блядь Да мы, да, мы вообще чуть не влюбились в нее Не, салон крутой Едет она круто, че говорить-то Не, ну да, да, да Блядь, ну надежность Надежность, да Вообще, на таком уровне их Просто На низшем На низшем Но самое главное, знаешь Вот, жиги какие-то, они тоже ненадежные Ну, блядь, по крайней мере, пошел там За 50-100 рублей купил какую-то запчасть поставил, да? Да И она поехала дальше А здесь, она мало того, что ненадежная Да она еще и все дорогостоящая Еще и денег надо Денег много надо Чтобы ее сделать Не берите БМВ никогда Это пиздец просто Тут надо было на телефоне отдельную кнопку сделать эвакуатор Ну, чтобы не заморачиваться сразу А вторую кнопку, где сервис находится? Да Сервис, эвакуатор Там же, штук Да Ну, это нормально, дядя Зато телефон в машине, блядь Понты Я на севере была Золото копало Если б мне моя пизда С голоду пропала Полюбила тракториста И, как правило, дала Всю неделю сиськи мыло И с соляркою с сало Короче, веселим друг друга, как мы можем Мимо тещи на воду Тома, я без шута так не кажу Давай, давай Нет, тебе ещё безбедаст Раз Два Три Да ты заебал ломать, ты хули ломаешь то? Да пошёл ты нахуй Сука, дааааа Ты дуру не гони да Я выиграл Мне уже некуда было просто Ты весь там поберекарячился Давай налево Совсем уже Да ты не поднимай На лево сильный У Макса, короче, левая рука рабочая А у Жеки правая Моя правая. Чувствую мы, что полетим на самолете до 4. Хорошо, что BMW самолеты не делают, да? Ну вот, в салоне этой тачки менее комфортно, но зато она едет. Короче, шоу продолжается. Да, вот эта тачка. Вот где-то вот в этом районе собирают BMW. Умеют ремонтировать BMW. Чуть-чуть шлябинская сбоку. Не, ну я не устаю удивляться, шлябинская, он реально суровый, очень горит. Ни хрена себе. Не, ну BMW, видишь, BMW гараж. Да, лампочка загорелась. Давление? Давление, да, масло. И, ну, звук, вот сейчас послушайте, какой звук. Это не гидренький, это натяжитель. Здесь идет цепь, получается. Я знаю, на обе башки. Вот. И у вас, скорее всего, развалилась успокоитель, вот этот, сама дуга. И долбит не гидренький, а этот, натяжитель долбит. Ну, то есть это не вкладыш и провернуло, ничего такого, да? Сейчас он фитер раскроет. Если есть бронза, то вкладыш. Если нет, то только натяжитель. Вот она есть. Вот алюминиевая, алюминиевая есть. Алюминиевая. Там, который натяжитель, ну, вот этот успокоитель, который основной. Когда сдирает эту пластиковую планку, цепь начинает походить по алюминию. Просто от старости, да? От старости, да. У них это, есть болезнь. ГРМ у них это разваливается. Грубо говоря, у цепи же есть какой-то растяг, то есть, ну, например, вот столько она может. У тебя натяжитель, вот такая тоненькая планочка слетает, и у тебя цепь по алюминию начинает походить. А самый косяк, что в этой планке находятся маслосбросы, которые смазывали раньше цепь. А сейчас они не смазывают, а там просто дырки, которые просто тебе масло просто в картер сливают, которое должно в бошки идти по всему. А, что, ну, хуй, ну, сухую хуярит. Да, сейчас, если немножко поездить, то и бошки сплавятся, и все, то есть, самые дальние места. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня даже небо плачет по BMW. Тачка не доехала. Ее путь составил 1850 километров до города Челябинск. Точнее, даже до Челябинска 100 километров она не доехала. Или Челябинск настолько суровый, что BMW просто ломается и не хочет сюда ехать. Либо это просто говно. Может, она когда-то была в хорошем состоянии, но уже годы берут свое. У нее пробег уже 400-500 тысяч километров. У нас двоякое ощущение. То есть, мы сначала ее хвалили, потом обсирали. Сейчас я даже не знаю, что думать. Серьезно, не знаю, что думать. Может быть, просто старая тачка, и может быть, это нормально. Предварительно специалисты нам сказали, что ГРМ. То есть, натяжитель цепи, он развалился. И поэтому цепь там всяко-разно долбит по блоку. По крайней мере, нет стружки от вкладышей и вообще от поршневой нет. То есть, сам движок целый. Это ГРМ. И очень хорошо, что мы залили супротек. Если бы мы не обработали супротеком, даже специалисты вот эти сказали, возможно, двигатель бы размолотило вообще по полной. То есть, какое-то время, наверное, очень большое время, причем при больших нагрузках, двигатель работал без масла. У супротека вот есть как раз такое свойство, сохранять масляную пленку. То есть, неизвестно, сколько мы вот так вот на лампочке без давления масла ехали. А ехали мы очень быстро. Мы ехали примерно 150, и оборотов до 5-6 тысяч движок крутился. Ну все, сейчас мы загоняем эту тачку на автовоз. Садимся на самолет. Летим в Читу. На этом путешествие этой БМВ окончено. Но сам проект не окончен. Мы встретим ее в Чите, и дальше подумаем, что с ней делать. Либо ремонтировать этот движок, либо поставим ЮЗ или Джей Зет. Ладно, не будем расстраиваться. Сегодня такой день пасмурный. Прям вот под ситуацию. Подходит под ситуацию вот этот день. Серый, пасмурный, неприятный день. В суровом городе Челябинск. Но все будет хорошо. Мы ее все равно доведем до хорошего состояния. Мы не сдаемся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!